Привет-привет, это канал с самыми актуальными новостями из мира высоких технологий. Новое устройство призвано помочь пациентам с инсультом восстановить функцию запястья и кисти. Его одобрило Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США, FDA. Система и психант от компании Neuralution Aspia. Первое устройство интерфейса мозг-компьютер, BCI, получившим разрешение ведомства, устройство и психант состоит из двух отдельных частей, беспроводного экзоскелета, который располагается над запястьем, и небольшого головного убора, который регистрирует активность мозга с помощью электродов неинвазивной электроэнцефалографии, ЭГЭ. Система основана на открытии, сделанном Эриком Лойдхартом и его коллегами из медицинской школы Вашингтонского университета более 10 лет назад. Известно, что каждая сторона мозга контролирует движение на противоположной стороне тела. Если инсульт нарушает двигательную функцию правой стороны мозга, это влияет на движение левой стороны человека. Открытие Лойдхарта и его команда еще в 2008 году показало, что сигналы движения тела можно обнаружить на одной и той же стороне мозга. Однако они бесполезны, если повреждена его противоположная сторона. Дело в том, что она, фактически, отвечает за выполнение движения. Такая специфическая мозговая активность называется эпсилатеральными мозговыми сигналами. Идея нового устройства BCI заключалась в том, чтобы найти способ обнаруживать такие сигналы и использовать их для управления электронным фиксатором руки. В 2017 году ученые провели исследование. В нем они показали, как пациенты, использующие устройство в течение 12 недель в контексте реабилитации, улучшили некоторые двигательные функции. Им удалось переобучить мозг для общения с помощью руки. Иными словами, устройство измеряет активность мозга по беспроводной сети и через планшет подключается к ручному бандажу, позволяя пациентам, перенесшим инсульт, восстановить движение в парализованной руке. Разрешение FDA на рынок устройства и психант знаменует собой первый раз, когда устройство интерфейса мозг-компьютер такого типа было одобрено для клинического использования в США. Одобрение основано на данных клинических испытаний, показывающих значительное улучшение двигательной функции, когда устройство использовалось в течение 12 недель примерно 5 раз в неделю в течение как минимум 10 минут каждый день. То, что устройство и психант получило разрешение FDA, интересный прецедент. Впервые устройство интерфейса мозг-компьютер такого типа одобрено для клинического использования в США. Одобрение основано на данных клинических испытаний. У пациентов отмечалось улучшение двигательной функции при использовании психант в течение 12 недель 5 раз в неделю, по 10 минут за процедуру, читать Дали Илон Маск, первые туристы на Марс погибнут, создана первая точная карта мира. Что не так со всеми остальными, крупнейшее массовое вымирание произошло в воде в 10 раз быстрее, чем на суше. Если видео было вам интересным, пожалуйста поставьте лайк и подпишитесь на наш канал.